Фермеры Ленского района бьют тревогу. Из-за проливных дождей и прибывающей воды страдают сельскохозяйственные угодья. Поля не успевают просохнуть и на них не поспевает полноценный травостой. Если погода не нормализуется, содержание скота в зимний период под угрозой. Продолжит Дмитрий Вильчевский. Нежаркий июнь и дождливый июль создали для фермерских хозяйств реальные проблемы. Под угрозой может оказаться заготовка сена, а оно, как известно в Ленском районе, пользуется особым спросом и снабжает многие регионы Якутии. Обстановка такая, что идут дожди. У нас на 17 число всего было скошено 24 гектара по району сенокосных угодий. На сегодняшний день, буквально несколько дней стояла хорошая погода, но все равно люди вышли и за это время все равно что-то успели подготовить. Потому что наши хозяйства прекрасно знают, что если они сами себе не заготовят сено, значит никто им ничего не преподнесет. В фермерском хозяйстве Ленский и Зори о проблеме знают не понаслышке. Зимой крупному рогатому скоту и кроликам требуется много сена. Крестьяне ловят каждый погожий день, чтобы сделать хоть какие-то заготовки. Но погода такой возможности почти не предоставляет. Вчера вот как раз об этом шел разговор, вот в коллективе я говорила, что не дай бог, если вот такая будет погода, чем мы будем коров кормить. Одним комбикормом коров не прокормишь, им нужна сена. Вот это вот такая проблема. Ну хоть бы там, ну хоть бы 10 дней каких-то, чтобы мы могли это сделать. Хотя бы для коров уже не до продажи, хотя мы планируем и продаем помаленьку. Вот, ну хотя бы для своих коров. Чтобы сено не потеряло свои кормовые свойства, его нужно убирать без нарушения технологического процесса. Сначала скосить, потом дать сутки вылежаться и только потом убирать в рулоны. Если сено промокнет, можно сразу выбрасывать. Трава приостановилась в росте, во-первых. Сейчас нужно солнце. Если солнышко сейчас вот пригреет, хорошо все, трава пойдет в рост. Даже вот на Тихане мы хотели скосить вперед на Тихане, но из-за дождей мы не смогли так же туда заехать. А трава низкая. Он как бы густой травостой, но он низкий. Даже вот косилка, если идти, он полностью все не возьмет. Из-за того, что нету тепла, солнца нету. Такое мокрое лето плохо сказывается на росте кормовых культур. Но как оказалось, в этой проблеме есть и положительные стороны. Фермеры говорят, что такой климат благоприятен для влаголюбивых растений. И урожай картофеля в этом году может превзойти все ожидания. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край».